Приветствую, тренер. Как дела? Как обстановка на Малине? Привет, Зеня. Да, все хорошо, тренируемся, сегодня будут спарринги. Сегодня и младшая банда, и старшая. Младшие будут поплотнее работать, старшие немножко по Лайтови, потому что завтра поедем на спарринги в Жлобину встретиться с другим клубом. Вообще отразилась ли мировая ситуация на тренировках именно здесь, на этом зале? Немного отразилось, да, потому что в группах стало поменьше народу, люди, кто на карантин, кто куда, кто просто испугался. Где-то месяца два, наверное, народа было не очень много, только сборная тренировалась в полном составе Нью-Йоркска. Вот, там вопросов нет. Ну, сейчас, вот последний месяц, люди вернулись в зал, потому что, наверное, уже надоело дома сидеть. Вот, и зал ожил. Тренировки идут полным ходом. Ну, как ты и сказал, что завтра уже начинаются спарринги, немножко движуха начинается уже, да? А что там в будущем слышно? Может, тоже какие-то есть планы? Да, планируем завтра съездить на спарринги, там должно съехаться несколько клубов по ММА и тайский бокс. Вот, ну, и там примерно по категориям, по подгруппам разделим парням, чтобы пока нету соревнований поработать, поспаринговаться, посмотреть сильные и слабые стороны, на чем нужно поработать, пока есть время. Вот, поэтому поедем туда, а так в планах еще 28 числа будет турнир по грэпплингу, тоже там будут наши ребята практически все бороться, у кого нет травм. Вот, ну, и в будущем планируем там договариваться с разными клубами, пока соревнований нет, потому что до сентября, говорят, соревновальники проводиться не будут. Будем договариваться с другими клубами, кто согласится приезжать на спарринги, чтобы не простаивать, чтобы был спарринговый эффект соревнований. Ты мне скажешь точно, когда сможешь обниматься или нет? Ярость, где покажи. Пять. Все. Кулаки, планка или вот эти стеночки? Давай, терпи. Кумир твой или что? Академия, малька, все. Видишь, где это? Сегодня спарринги будут, это взрослые, будьте в маленьких перчатках по лайтове, чтобы травм не было, завтра уезжаем в 10 часов. Все, тогда направо пробежали. Субтитры сделал DimaTorzok Делаем потом 4 ускорения лицом, 4 спиной. Дорожки по одному разу, прокатил по одному разу. И курки один раз лицом, один раз спиной. Потом дотягиваются, прогоняем все степы. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Привет Артем, как дела? Нормально все. Как лето проходит? Все отлично. Чем занимаешься? Я занимаюсь спортом, да еще дома учусь. Соскучился по соревнованиям? Конечно. Какие-то дополнительные тренировки дома делаешь или отдыхаешь? Прошлый месяц я по две тренировки в день тренировался. Сейчас этот месяц будет разгружительным, чтобы потом было легче работать. Ну, чтобы потом на соревнования поступать и не был зажатым. Ну, я смотрю, уже за время наше последнее с тобой общение подрос. Веса набрал, да? Да. Сколько сейчас весишь? Ну, сейчас весу 38 килограмм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Три раунда с собой будут питься. Потом все со всеми. Прайдовский. Сделаем раунд. Ну что, будет раз? За кровью. Да. До крови. До слез или до первой крови. И крови. Сейчас я скорую вызову, чтобы кого поломали. Да, сразу пакеты черные. Чтобы кого поломали, сразу увольтили. Пакеты черные остались. У всех задачи работай с первым номером. Кто как со своей задачей справится, сейчас поуправит. И готовились. Ваши могут поплотнее работать старшие с Олегом. Поехали, первый раунд. Поехали. 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 Потому- что если он уже идет в серии, там уже сложно его подлавливать. О Боехали на защите. Сразу на первом движении провалили, сразу встречались. Время. Хорошо, молодцы. Все, раздеваемся, восстанавливаем дыхание. К сожалению, не хватает с вами Ивана Кулак, а так бы спросил, кто из вашей тройки сильнее, придется у вас двоих спросить. Просто? Да нет, у кого-то что-то сильнее, у кого-то стойка, у кого-то борьба. Мы никогда не соревнуемся, мы все равны, как бы все в зале, это наша семья. Какие новости вообще, что слышно? Нету соревнований, нас немножко это подкашивает, потому что всегда легче тренироваться, когда есть соревнования, ты этим мотивируешься. Сейчас нету, сейчас ищем какие-то варианты, завтра поедем в Жлобин, поспарринговаться, в другой залп, как это так сказать, опыта перенять и что-то дать своего. Обмен опытом. Да. Ну так, кстати, Юрий говорил, что с сентября начинается какая-то движуха, слышали? Да, InfG будет. Все, как все издаем к нам, InfG. Да, будет InfG, у меня, получается, будет финал, Road to InfG, то, что было, выиграл. Вот финал так не состоялся в связи с пандемией, вот. Ну, тогда ждем сентября, там уже будет полегче, надеемся. Здесь мне боевые InfG дают, да? Хорошо, а Гурцов Женя суровый тренер? Очень. Как суровый, ну, как суровый, то, что надо, скажем так. И дисциплина, чтобы не хромало, и чтобы все хорошо работает. Да. Да. Отдыха не дает. Отлично. Ну, последний вопрос такой. На днях должен пройти очередной турнир UFC. Какой можете выделить бой и оценить шансы, там, на кого поставить? Петр Ян, победа над Резуальдом. Да, Петр, Петя. Хороший будет Усман с Масвидалем, да. И две девушки подбираться. Андрадо и Немаюнас. Я буду болезнен Немаюнас, который выстрел, сразу говорю. А что Петр Ян? То, что русский будете топить или просто... Потому что сибирский гангстер. А Усман? Нет, я за Масвидалем буду. Он тоже гангстер. Да, но Усмана борьба, конечно, превосходит. Но, как я сказал, Усман, если он захочет в стойке, то он будет работать в стойке, а там будет видно.